Газ является наиболее удобным, экологичным и дешевым видом топлива, неотъемлемой частью повседневной жизни людей. Он используется для самых разных ежедневных нужд – приготовления пищи, снабжения домов горячей водой и отопления. Однако при использовании голубого топлива нужно быть предельно осторожным и руководствоваться несколькими правилами. Во-первых, газовая пища не должна быть ближе к горячим вещам. Газ взрывоопасен и пожароопасен. Небрежное и невнимательное обращение с газовыми приборами, как правило, приводит к несчастным случаям. Именно поэтому раз в месяц специалисты газового хозяйства выезжают по адресам, чтобы проверить безопасность труб, котлов и включателей. Но есть одна проблема. Зачастую горожане препятствуют данной процедуре, рискуя своей жизнью и жизнью близких. Когда люди категорически не допускают и говорят, идите отсюда, мы не хотим с вами разговаривать, как будто нам одолжение какое-то делать, это, конечно, неправильно. Своевременная проверка газового оборудования позволит предотвратить аварию и избежать печальных последствий. Особенно опасны квартиры с натяжными потолками, подчеркнул Магомед Махмудов. Кран, который соединяет котел, она болталась, но не была затянута. Ну, человек должен был чувствовать хотя бы запах газа. Ну, ночью газ накопился, утром человек пошел в ванную, включил воду и взрыв. Ну, усугубилось это дело еще тем, что были натяжные потолки. Ну, натяжные потолки, конечно, запретить невозможно. Но, с другой стороны, когда хлопок газа или пожар что-то будет, она сваливает на нашу голову. Владельцы домов и квартир на правах личной собственности должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования, проверку дымоходов и вентиляционных каналов. Отметим, что при появлении запаха газа в помещении или на улице необходимо сообщить об этом в любое время суток по номеру 112. Субтитры создавал DimaTorzok